Апостол Павел Но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым Ссора, разделение людей между собой отдаляет человека от Бога Но я думаю, что у того, кто задает этот вопрос Проблема не только в том, что он не может сдержаться от порыва раздражения или гнева Вопрос в том, что современный человек совершенно по-другому понимает саму любовь Для современного человека любовь — это чувство Прекрасное, светлое, великое, красивое Для очень многих людей это вообще самое величайшее переживание за всю историю их жизни Для христианина это называется влюбленностью И вот влюбленность проходит Любовь для христианина — это действие Это направленность воли Это дела Поэтому любовь, если она как действующая воля направлена, например, у мужа на жену То она не может остыть Только человек сам может принять решение о том, что его воля прекращает служить его жене И принять чувство к другой женщине за любовь Вот мне кажется, в этом дело Если человек по-библейски любит свою жену Вспомним слова апостола Павла Вера, действующая любовью Наша вера и проявляется в том, что мы творим дела любви, мы действуем Вот если человек так направлен на свою жену, он не допустит даже ни одного помысла о другой женщине И не сможет влюбиться в другую женщину Просто потому, что воля его направлена на его супругу Что делать, если кажется, что остыли чувства? Знаете, первое, что надо делать, это совет, конечно, христианам Надо начать снова вместе молиться, хотя бы вечером Если это брак, на котором совершено таинство венчания То этот брак подобен, как малая церковь, подобно церкви телу Христову Так вот этот брак подобен союзу Господа и Церкви И когда мы читаем пятую главу послания апостола Павла к Эфесиным Отрывок из этой главы, кстати, читается при совершении таинства венчания Мы это видим, что апостол говорит одновременно о великой тайне И о тайне церкви, и о тайне малой церкви семьи Это значит, что как в церкви с большой буквы присутствует Как в своем теле глава присутствует Христос Так Христос присутствует и в малой церкви И он способен наполнить любовью супругов друг к другу И вот эту малую церковь Если люди будут эту любовь искать через действия Через служение друг другу Через внимание, через нежность Через соответствующие дела Все вернется У нас есть один человек Который примерно лет семь или восемь уже женат И вот у меня был с ним разговор Он говорит, я с утра смотрю на свою жену И не понимаю, что это делает женщина в моей жизни Я к ней ничего не испытываю У меня бывает такое Там ребенок спит в другой комнате Но я встаю и завариваю ей кофе А потом я говорю, я буду верен И пытаюсь в первую половину дня Он работает дома Сделать этого человека счастливым Говорит, к обеду я ее снова люблю Как тогда, как делал ей предложение То есть, вот христианский подход Не надо принимать чувства за отсутствие любви Чувства приходят и уходят А любовь как движение души Как волевое усилие, как служение Она в нашей власти Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому